Привет, дорогие друзья! Вы знаете, по многочисленным просьбам, уважаемых зрителей, я не говорю подписчиков, потому что, к примеру, у некоторых россиян бытует мнение, что если отписаться от канала, то исчезнет вся коррупция и начнутся победы. Реальность такая существует. Я не знаю. Ну, некоторые проверили, я думаю, что теперь рады, что коррупции у них нет. Смотрите, дорогие друзья, на самом деле многочисленные просьбы со стороны украинской хотят знать, как устроено все в Минобороны Российской Федерации, в Генштабе и так далее. Со стороны российской хотят узнать, что стоит за отдельными победами и так далее. И вообще про полководцев своих. Я должен заметить, что когда я узнал про то, что кто-то с украинской стороны планировал покушение, убийство Герасимова, главы Генштаба, я сразу подумал, это шпион. Русский шпион, высокопоставленный, внедренный в руководство Украины для того, чтобы убивать такого гениального человека с таким интеллектуальным лицом. Я думаю, что в принципе, если бы были времена, допустим, 42-й, то его и так бы убили свои. Причем расстреляли бы в подвале. Скорее всего. Мне так кажется просто. За вот эти все гениальные свершения. Вообще, мне кажется, что представители Минобороны Российской Федерации должны в Киеве уже начать строить памятники. Ну, такие небольшие, но знаковые, знаете. Как бы тем, кто ковал нашу победу. Вот так вот. Смотрите, дорогие друзья, рассказывать о Министерстве обороны Российской Федерации, не рассказывать, не продолжать рассказывать про замов Шойгу. Мы уже про нескольких рассказали, госконцев, да, уникальных типов. Нельзя не рассказывая о первом заместителе Шойгу. Первый зам Шойгу Цаликов. Приготовьтесь. Будущий первый заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации в армии не служил. Но он даже не знает, как подойти к автомату. Потому что с военной службой у генерала нынешнего Цаликова вообще никаких пересечений не было. До 33-х лет он занимался какой-то непонятной преподавательской деятельностью, непонятно где. Но потом, наконец-то, пошел рост и он начал торговать стульями. Я не шучу. На самом деле, в фирме Казбек, во Владикавказе, он начал торговать стульями и делал это на протяжении двух лет. А знаете, что произошло после этого? Вот тут самое важное начинается. Потому что собирается Министерство финансов Осетии и начинает ломать голову, кого нам сделать главным по всему нашему министерству. Главным контролером, ревизором. Вы знаете, кем должен быть этот человек? Этот человек должен знать всю подноготную, должен знать все подводные течения. Он должен знать, где можно украсть, для того, чтобы поймать негодяев. Он должен во всем этом разбираться. И тогда им приходит в голову мысль. А давайте назначим Цаликова. Все такие, Цаликова? Ну конечно, конечно. Ну того, кто мебелью торгует. Помните вот это? Стульями? Да, я у него брал стулья хорошие. Берем Цаликова. Ну да, Русю. И вот главным контролером, ревизором всей Северной Осетии назначают Руслана Цаликова. Мы не знаем, почему так произошло. Мы не имеем никакого представления о том, кем были даже его родители. Или там есть его родители. Потому что информация о его молодости нет вообще. Как будто какая-то заботливая рука удалила отовсюду эту информацию. Но факт остается фактом. В 90-х годах человек, у которого не было вообще никаких особых свершений. Вообще ничего. Короче, незаметный человек. Становится топ-чиновником. В 90-х годах. Некоторые даже делали предположение, что возможно у него начался такой карьерный рост. Из-за того, что он дружил в детстве с Газаевым. Газаев, это тренер, потом стал тренером Спартака, когда Спартак еще что-то мог. Вроде бы как. И Газаев неоднократно говорил, что с Саликовым они дружили с детства. Может быть из-за этого. Потому что у Газаева возникла дружба с российским, причем с московским бомондом. И вот у Саликова начало какое-то движение вверх. Но фишка в том, что мы даже не представляем. Вы, если впервые слышите, даже не представляете какое движение вверх. Как в том фильме, да? Чудесно. Потому что он становится министром финансов Северной Осетии. Вы скажете, как? Что? Да вот так. Вот так. Взял и стал. Работает в этой должности недолго. Понимает, что вся его житуха и вся его будущее в Москве и двигает в Москву. Да. Он работает в департаменте финансовой и экономической деятельности МЧС. Потом замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны. Переходит на службу вице-губернатора Московской области. В том же году становится заместителем министра Российской Федерации. Вот так вот. Головокружительно. Какие-то личные успехи. Нет, никто не слышал никогда ни про какие личные успехи. Ну как? Ближнее окружение слышало. Потому что он умеет делать деньги из ничего. На своей должности Цаликов, смотрите, он всю жизнь работал на государственных должностях. Кроме двух лет, когда работал мебельщиком. За свою жизнь он зарабатывал, хоть и крупные заработки у него на посту, допустим, замминистра. Там 10 миллионов в год. Но сумел наколядовать за все это время более 4 миллиардов рублей. Только недвижимость и только та, которую нашли. 4 с мелочью, с 300 миллионами, что такое. Для того, чтобы ему заработать на эту недвижимость, работая на этих должностях, ему понадобилось бы 400 лет или быть древним вампиром. Мы, конечно же, понимаем, что мистика здесь ни при чем. При чем здесь министр обороны Шойгу. Проследить их совместное творчество очень просто. Можем просто посмотреть по хронологии. В 92-м Шойгу становится замом главы Временной администрации на территории Северной Осетии. Цаликов в это время является министром финансов. В 94-м Шойгу становится министром Российской Федерации по делам гражданской обороны. Цаликов становится главой финансово-экономического управления этого министерства. Совпадение. Потом Шойгу переходит в ранг главы МЧС. Цаликов становится членом коллегии МЧС. Шойгу становится губернатором Московской области. Цаликов не отстает и становится вице-губернатором. В 12 Шойгу становится главой Минобороны. Цаликов становится замом и потом первым замом министра обороны. То есть мы понимаем, что речи не идет ни о каких личных качествах. Нет отбора на основании каких-то личных выдающихся качеств, знаний. Есть просто дружба старая двух старичков. И один тянет другого. Все. Другого ничего нет. Как работает схема заработка денег, когда ты на такой должности? Элементарно. Как всегда. Ты заводишь родственников. У тебя же есть родственники. Вот если они у тебя есть, то это круто. Потому что обычно начинается, когда нет родственников, то это совсем бедосень. Начинают записывать на дядей, тетей. В редких случаях на водителей. Цаликов решил записывать на своих собственных детей. У него две дочери. Конечно же, они очень успешные бизнесвумы. Они также не смогут объяснить, откуда у них такие успехи. Тем не менее, две дочери отличились тем, что купили ряд интересной недвижки в Москве. За 132 миллиона. И еще ряд офисов за 82 миллиона. У него есть еще и сыновья, которые в 2021 купили два участка в Московской области. Стоимостью каждой в 260 миллионов. У них есть офисы в Москве. Каждый стоит 400 миллионов. Причем один из сыновей настолько талантлив, что вы представляете, просто за его личное качество берут и назначают. Возглавляют департамент продаж гражданских самолетов Сухого. Потом их переименовали в региональные самолеты. То есть, сын управляет департаментом продаж компаний, производящих самолеты. А отец управляет министерством, закупающим самолеты. Это же удобно. Это происходит все открыто, буквально под носом. То есть, не бояться вообще ничего. Да и чего бояться? Потому что обычно жугают те, кто про это рассказывает, а не те, кто это делает. Короче, смотрите. За тем, как вообще развивалось, как понимал он свою жизнь Цаликов, можно следить по именам его детей. То есть, первый сын Заур, ну понятно, сын осетинского народа. Потом он передвигается в Москву и уже следующей дочери Юлия и Елизавета. Вполне себе русские. И потом, когда Цаликов начинает понимать, сколько он уже заработал, и в принципе, какие перспективы открывают своего детей, их внуков, правнуков, всех-всех-всех, он называет сына Даниэль. Чтобы удобнее было, если что, ассимилироваться в том обществе, где, собственно, они собираются жить. Наверное, следующий сын будет Джеком. Короче, Цаликов при этом покупает два участка земли. Два участка земли скромных 10 140 и 22 000 метров. Причем, Министерство обороны Российской Федерации не отрицает, что один из этих участков точно, что им владеет Цаликов. Но они говорят, что он задекларирован. Задекларирован-то это хорошо, но замминистра обороны, зарабатывающий 10 миллионов в год, не может взять и купить за миллиард землю. Так не бывает. Бывает, это же страна возможностей. Второй участок, который больше, ему 22 000 квадратных метров, он находится по соседству. Издан в аренду Цаликову. Участок леса на Рублевке. И Цаликов платит за него 11 000 рублей, а об этом есть даже соответствующие приказы Министерства. Стоимость участка не очень большая, 1,3 миллиарда. 1,3 миллиарда на Рублевке участка. Вы тоже можете, если что, взять и арендовать за 11 000 рублей в месяц. Серьезно вам говорю. Конечно, вы спросите, а где прокуратура? Ну, прокуратура, там всякие следственные комитеты. Прокуратура там, где надо. Потому что вместе с прокурорскими, они регулярно проводят конкурсы. Под них, кстати, выделяются деньги под эти конкурсы. Под проведение этих конкурсов. Потому что их же очень дорого провести. На тему «Вместе против коррупции» Минобороны и прокуратура. Это лучший способ публичного издевательства над россиянами, я считаю. Потому что в 22-м году, неделю назад буквально, состоялся конкурс. Руководство Министерства даже не следит за тем, кто выигрывает в этих конкурсах. Потому что иначе оно бы поняло тупость проведения этих конкурсов Министерством обороны. Потому что человек, который занял второе место со своим роликом про борьбу с коррупцией, указал коррупционера из Министерства обороны, который в 2017 году получил уникальную взятку в 368 миллионов рублей. Это полковник Вакулин. Этот полковник строил свою карьеру благодаря Сергею Шойгу. Ну и коррупционное министерство вручает премию за борьбу с коррупцией создателю ролика, в котором рассказывается про коррупцию этого министерства, которое вручает премию. То, что этот полковник шел рука об руку с Шойгу, именно Шойгу являлся его покровителем, об этом информация максимально доступна. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что, смотрите, у Цаликова огромное количество наград. Перечислять их здесь, это просто долго, очень будет долго. Но там нет одной награды за сприяние с Бройным силом Украины. А я уважаю, что цены при пустыне. И этот человек должен в любом случае быть награжден этой медалью, равно как и другие. Там некоторые орденами должны быть награждены, государственными, просто суперполководческими орденами. Но Цаликов заслуживает однозначно такую медаль. Может быть, грамоту почетную от Зеленского. Может быть, в виде троллинга, когда-нибудь Киев реально наградит этих всех полководцев. Полководцев-мебельщиков, может быть, наградит такими медалями. И это, у меня еще там два в запасе есть. Замов министра, да и вообще столько их там всех. И Ростех, и все остальные. И Калашников, да, вы же гордитесь тоже Калашниковым. Вы же говорите вот так вот, это наш автомат. Скоро поговорим об этом. Пока.